Сюжет о том, что во всем виноват президент США. Рисунок к статье. Фото. Ройтез. Начну без обидников. В одном курганском магазине, говорят, появилось объявление, уважаемые покупатели, пожалуйста, не стоните. Все подорожало. Продавцы не виноваты. Звоните Обаме. И даже номер телефона приписали. Но дозвониться до Обамы, по слухам, невозможно. Поднимает трубку кто-то другой и отвечает на чистом русском, что ошиблись номером. Видали монстра? Санкции наворотил, напокостил, и в норку. Дескать, я ни при чем. Но мы то знаем, откуда все беды. Мы то телевизор смотрим. Инициатива блестящая. Только номер телефона нужно, конечно, уточнить через Штирлицев. И развесить по всем магазинам эры. Да еще и формулировку поправить. Уважаемые, пожалуйста, не стоните. Минус это как-то мягковато. С паникерами нужно хлеще и жестче. Чтобы поджилки тряслись. Что-то вроде, маловеров кидаем за борт. Не нравятся цены, вините Запад. И вообще, если что-то у нас не устраивает, коррупция якобы или еще какая-нибудь клевета, пусть знают, кого клясть. Только врагов России, Обаму, Меркель, Яценюка, пятую колонну, нацпредателей, блогеров-клеветников и иже с ними. Телефончики врагов надо бы выложить на баннерах по всей России. И адреса. Как полезная информация для особо вспыльчивых граждан. Болит сердце за родину. Пошел домой к нацпредателю, подкинул свиную башку. Аж у самого руки зачесались. Звякану, посоветую идейку кому надо наверху. Великолепно получится. Алкей даже текст навалял, если в кране нет воды. Нет, не так. Если вам хамят упрямо, виноват один Обама. Или, если в чем-то виден брак, виноват один барак. А фалет с фиестом, икая, подпевают, крысы топают, шурша. Обвинять агентов США. На этом кончаю.